Всем привет ребята, с вами Мамонты и в этом видео свежие новости Stand of 2. Сразу сходу расскажу вам про одну маленькую деталь, о которой должны все знать. Если под этим видео поставить лайк, написать в комментариях свое ID из Stand of 2 и подписаться на канал, то у вас появится шанс получить бесплатный пас на свой аккаунт. Но если вам даже этого мало, то напоминаю, что Global News проводит сейчас конкурс на целых 30 батл пасов и 20 промокодов, ссылка в описании. Первое, награды за рейтинговые дуэли. Второе, как работает новая физика гранат. Третье, все виды бомб в игре за все время. Четвертое, новые секреты от разработчиков, о которых вы точно не знали. Пятое, новые режимы 24 на 7. Шестое, секретные скины, которые не добавили. Да, рейтинговые дуэли, в конце сезона мы обязательно должны за них получить награду, ведь разработчики сами об этом говорили в патчноуте 0.30. В ММ, в клановых войнах и союзниках мы получаем награды в конце сезона. Обычно в качестве награды нам дают брелоки и шилды. Не хочу вас расстраивать, но в качестве награды за дуэли мы не будем получать скины. Хотя это максимально логично, если нам выдают уже шилды и брелоки, то нужен и скин, куда это все вешать. Но этого не произойдет никогда. Я решил предложить разработчикам добавить рамки в качестве награды. Я думаю, что они не согласятся. Намного выгоднее сделать рамки в каких-то платных дополнительных пассах или бандл паках. Бесплатно пока что нам светит только новый шилдик или новый брелок. А теперь насчет играбельности нового режима рейтинговые дуэли. Когда он вышел, я думал, что это лучший режим. И, к сожалению, сейчас я очень сильно разочаровался. Потому что ММР будет зависеть только от того, какой интернет у противника. Если у него больше 100 пинга, в 90% случаях он тебя разнесет. Ну, если повезет, кто-то там попадется тебе с таким же пингом, как и ты. Но он все равно у него будет прыгать на 20-30 значений выше. В итоге я играю там 2-3 катки, поднимаю ММР. 2-3 катки сливаю из-за какого-то пингера. Настроения играть вообще нет. Я не знаю, что теперь делать с этим топовым лучшим режимом на земле. Не знаю. Разработчики, пофиксите, пожалуйста, пинг. Сделайте подбор по пингу. Не знаю, что делать. Ну, просто я не могу играть в это. И все. Вот, смотрите. Я выигрываю 8-4. Hard Battle. Смотрим его профиль. 7-й сезон Global. 6-й сезон Global. 5-й сезон Elite. 4-й сезон Global. Там так... И вот у него победы. Тут, видите, он играет нормально. Вот это чистый игрок. 4 тысячи часов. Я его выигрываю 8-4. У нас одинаковый пинг. Вы мой ID знаете. Можете зайти в мою историю матчей и посмотреть остальные каточки. Где у людей больше пинг, я сразу сливаюсь. Почему? Потому что у него показывают вот тут 72. Но на самом деле в катке у него там было 180, 150, 70, 90. Вот я не могу это терпеть. Поэтому я не знаю, как играть дальше. Это ужас. Разработчики говорили нам, что поменяли физику гранаты. Давайте это проверим лично сами. Сравним 0.29.0 и 0.30.0. Как работают гранаты на этих версиях. Давайте сделаем бросок сразу на двух версиях. Слева у нас новая версия 0.30.0. Справа у нас старая версия 0.29.0. Скольжение гранаты просто замедлилось немножечко в конце. Вот и все. А так разницы нет. Я думаю все знают, как выглядит обыкновенная бомба в стенд оф 2. Ну точнее так она выглядела до 0.30.0. Да и новую бомбу вы тоже видели. Ее обновили разработчики и добавили в 0.30.0. Но те кто играл в первый сезон знают, что у нас есть еще одна бомба в игре. Она впервые и в последний раз была в режиме перехват. Вот она. Вот она. Ее нужно было плентить на грузовик ктшников, чтобы забрать от них биоматериал, который нужно было принести к себе на базу. Кстати не забудь поделиться этим видео с другом, чтобы он тоже знал о все эти фишки. А еще ребята, которые смотрели трейлер второго сезона знают, что эта бомба была и там. Скорее всего разработчики хотели заменить ею нынешнюю бомбу. Ну точнее старую бомбу, которая была до 0.30.0. И хорошо, что они этого не сделали, потому что она намного хуже, чем вот эта прелесть. Ребята, а сейчас будет список самых крутых секретов и пасхалок от разработчиков. Сначала вы увидите самые простые отсылочки, такие как Эджпочмаки на карте Арена. Ну это детский лепет, в принципе все об этом знали. Но напомню, чем дальше, тем интереснее. А сейчас вы узнаете очень много интересных фактов о голубях, которые есть на расте. Это вам не просто, вот смотрите круто голуби. Я вам расскажу историю, почему они появились там, какими они были до 0.30.0 и что с ними случилось сейчас. До 0.30.0 эти голуби были как стенка. То есть в них стреляешь, но в них остается отпечаток пули. То есть они были как будто физическим предметом. Но уже в релизной версии карты это убрали для оптимизации. То есть в него теперь попасть нельзя. А еще Union нашли в файлах игры вот такую вот анимацию. Если бы мы выстреливали в голуби, он просто бы взрывался. Но походу это слишком сильно нагружало бы телефоны. И разработчики решили просто оптимизировать, удалив эту функцию. Надеюсь вы понимаете логику этого поступка. У вас настолько слабые устройства, то есть у большинства игроков настолько слабые телефоны, что нужно даже вот такие вот мелочи удалять. Но самое главное, зачем их туда добавили? Многие просто не понимают. Думают, что это просто ради прикола. Типа вот добавили голубей, классно, фишка прикольная. Но на самом деле это было сделано из-за того, что в постсоветских странах везде летают голуби. В каждом почти городе есть масса миллионов голубей. Ну и плюс, во внимание мы берем вот эту отсылку. Ты счастлив? И мы сразу же понимаем, что опа, это СНГ. Но пока мы записывали это видео, я обнаружил, что у моего друга просто сломался скин. Посмотрите на него М-ку. Что за фигня? Получается этот ролик не только про секреты разработчиков, но еще и про баги. Вот, когда он его сбрасывает, скин просто пропадает. И остается обычная М-ка. Подбирает, появляется скин. Ну а если я его возьму в руки и посмотрю на него, к сожалению, скина там тоже не будет. А вот как это выглядит со стороны. К сожалению, я не знаю, как сделать этот баг специально. Если вы знаете, напишите об этом в комментариях. А сейчас уже пойдет тяжелая артиллерия. И я нашел отсылочку на девятый сезон. И вы такие, что? Какой девятый сезон? У нас только восьмой вышел. Ну ладно, возможно это не на девятый сезон, а на новый год. Мало ли что там разработчики придумали. Взгляните внимательно на эту картинку. Слева сверху мы видим наклейку Хамелеон. Она была в паке на новый год. И этот пак Шайн был до обновления седьмого сезона. Потому что в седьмом сезоне уже добавили кейс Хамелеон. То есть это отсылка на Хамелеона. Но в этом обновлении вышел новый граффити пак Вайб. И там добавили граффити в виде котика. Но этот котик из японской культуры. А японская культура у нас Сакура, ребятушки. Потому что Сакура это японская карта. То есть это намек на то, что с Сакурой что-то будет. Либо на Хэллоуин. Либо на Новый год. Или же девятый сезон. Одно из этих трех обновлений должно задеть карту Сакуру. Если нет, то разработчики просто... Ну что это за фигня? Где наши отсылки, бля? Разработчики нам показывали новые скины Стэнд оф 2. Заранее, до их выхода. Есть в этом видео одна очень интересная отсылка. И она находится в самом начале этого видео. Вот она, надпись Стэнд оф 2. Надпись в стиле Зоны 9. Первый сезон, ребятушки, Стэнд оф 2. Многие из вас скажут, да нет, это просто совпадение. Да они на рандом просто вставили, что было. Что ты придёрся, Ребмамон. Ты вообще придумаешь всё время. Отсылок никаких нет. Но в трейлере 8 сезона никаких отсылок не было. И я об этом написал разработчикам. А потом уже вышел разбор скинов. С этой интересной надписью. Мне кажется, что они меня услышали. Именно поэтому добавили сюда отсылку. Но кто помнит эту отсылку в обзоре обновления 7 сезона. Тот будет понимать, почему здесь уже надпись в стиле Зоны 9. Надеюсь, вы поняли, что скорее всего это отсылка на Хэллоуин на Зоне 9. Либо же на Расте с Зомби Зоны 9. Ну или на Зона 7. Короче, это как-то будет связано с Зоной. Кстати, я создал целую карту с отсылками Стэнд оф 2. Если вам интересно, то ссылочка на неё будет в описании. Я думаю, многие видели новые режимы, которые появляются каждый день. Но мало кто знает, как на самом деле они работают. Я хочу просто вам вкратце объяснить, чтобы вы всё понимали. Чтобы понять, в какой день какой режим, нужно просто понять, что каждый день новый режим. То есть, 7 режимов. Это неделя. А в неделе 7 дней. То есть, первый день это режим против всех. Второй день командный бой 1 хп. Третий там только гранаты. То есть, и так далее. То есть, я люблю контр-точки. Значит, мне нужно играть в субботу. Если вы любите скалацию, вам нужно играть в четверг. То есть, сегодня. Ролик уже получился достаточно длинным. В нём очень много инфы. Поэтому, то, что не вошло в этот ролик, уже войдёт в следующий. Ставьте лайки, подписывайтесь. И смотрите вот это видео, которое вылезло на экране. От начала до конца. Приятного вам просмотра.